Приветствую вас. Это уже со взрослыми. Хотел делать на две зоны. Можно, конечно, полностью простынью, но я могу сказать, можно сделать это двумя пеленками. Сверху пеленка одевается так же, видите, под руки подкладывается. Вот оно под ручки подкладывается, чтобы оно не 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 вылетало. И прогреваем таким образом. Пока вы не почувствуете, что у вас из-под пеленки вот на выход идет хороший, горячий, теплый, на самом деле комфортный воздух. Температура сейчас в бане сколько она там у нас? 65, по-моему. Дальше и второй слой, второй уровень, который можно сделать. Можно закрепить это, ну, на трусиках, я могу сейчас сделать. Закрепляем на трусах. Вот здесь укрытое все. И дальше таким же образом мы прогреваем хорошо ноги. Вот такой момент, очень такой прием, такой метод очень хорош в первую очередь при урологических заболеваниях. когда циститы хронические, перелонефриты хронические, когда простатит, гинекология. Все, что связано с нарушением мочи половой системы. Прогреваем. Здесь немножечко подольше можно погреть. Дольше, чем на верхней части тела. И вот сейчас уже хороший, горячий воздух пошел, но я все-таки еще немножечко погрею. Вот. И даю возможность теперь телу отдохнуть. Тело вбирает в себя тепло сколько-то минут, 2-3 минуты. Ну, так уже сами смотрите. Самое главное, чтобы не было перегрева, поэтому не нужно спешить. Можно даже сказать, потом у вас появится ощущение чувствительности, что вот тело уже взяло тепло. Сейчас из него хорошо идет еще тепло. Скоро тело прям возьмет хорошо в себя тепло. И тогда я опять-таки с чего начинаю? Сверху. Если давление пониженное или повышенное, склонность к давлению пониженному или повышенному, есть разница. Значит, если у человека пониженное и склонность к пониженному давлению, то мы начинаем с ног. То есть сначала мы прогреваем ноги таким вот образом до хорошего тепла, до прогрева. Для того, чтобы освободить движение жидкостей вниз, если пониженное давление. Если повышенное давление, то мы можем вот здесь прогреть сначала здесь и таким образом, а потом следующий у нас заход идет уже здесь. Можно прям сразу не дожидаться прогрева и не нужно дожидаться, а это прогреваем тело постепенно сверху вниз. Таким образом идет отток крови, снятие напряжения сверху вниз, как положено. И таким образом получается, что еще и лечебный эффект при нарушении давления. Но подчеркиваю, будьте осторожны, температура не должна быть высокой, температура должна быть 65-70 градусов. Можно такое же делать даже при 50 градусах. Это если у человека действительно давление уже так хронически высокое, какие-то нарушения со здоровьем. Вот лично я начинала свое восстановление два года назад. Не сразу, естественно, а месяца через три я начала восстановление в бане с температурой 50 градусов. И это просто заходит зайти в баню и просто полежать комфортно можно. Еще очень интересный момент, мало кто знает в таких случаях, заходит в баню прям в тот же по мере того, как оно проникало в ваше тело при 50 градусах, это тепло сохранилось и оно усиливалось еще и одеждой. Вот такой тепловой я не знаю как тепловая оздоровительная система, тепловая методика, не знаю там, да, она тоже применялась в России. И если вы вспомните некоторые фильмы про каких-то там русских героев, вот он лежит у печки, на печке, в шубе, его чаем отпаивают, вот он укрытый, то есть вот это тепло проникает, оно сохраняется. Такое делали, это кажется, что там такая маленькая избушка, это делали в бане при 50 градусах. Да, действительно стелилось что-то теплое, на это теплое больного укладывали и сверху еще дальше прогревали и укрывали, давали постоянное питье. При температуре подчеркивают 50 и 10 градусов. Если будут у вас вопросы и что-то я здесь может быть не досказала еще, вроде бы рассказала все, внизу спрашивайте, отвечу обязательно. И до скорых встреч, задавайте вопросы, отвечу, всего хорошего, ставьте лайки и подписывайтесь. Всегда будет что-то новое и интересное у нас на канале.